Всем привет! Меня зовут Ярослав Награмакина и сегодня я расскажу как написать статью на своем блоге на блогере. Для начала вы заходите на свой блог либо через аккаунт google, либо начинаете вбивать название своего блога и заходите сюда. Если вы заходите сразу в свой блог и вы авторизовались, здесь нет кнопочки «Войти», вы уже вошли, то вы просто щелкаете на новое сообщение. Если же вы зашли через google и находитесь в админке, через кнопочку блогера, то вот у вас есть здесь «Создать сообщение». Два разных метода как войти в создании сообщений абсолютно одинаковый интерфейс будет. Итак, вот вы зашли, значит вам нужно ввести название сообщения. Название сообщений будет ваш заголовок. Заголовок должен быть интересный, цепляющий. Слишком много напишите. Вот вы ввели заголовок, дальше начинаете писать сам текст. Пишем текст. Что можно здесь сделать? Можно вставить ссылку дальше. Если вы вставляете то, что вы написали, допустим, как избавиться от десяти килограммов за неделю. У вас здесь будет читать далее, если вы поставите вот такую штуку. И дальше пишите, что вы там избавиться, делаете то-то, то-то. Что можно сделать здесь еще? Здесь можно сделать ссылку. Ссылку на кого-то. Вот нравится вам, например, на… Хотите сделать ссылку на свою страничку ВКонтакте. Вот заходите, копируете, вставляете вот так. Все, у вас будет активная ссылка. Не хотите так, хотите сделать красивую ссылку, еще раз делаем ссылку, вставляем в веб-адрес, отображаем текст, пишем вот так, например. Ссылочка у вас будет выглядеть так. Что у нас здесь еще есть? Можете менять шрифты. Выделяете, меняете шрифты. Можете делать заголовки. Обычный большой… А, шрифт. Обычный большой, маленький, очень большой, да? Можете сделать заголовки, подзаголовки. И так далее. Шрифт также можете делать жирным, наклоненным, подчеркнутым. Еще мне очень нравится, зачеркнутым. Вот. Можете, например, что вы написали. И хотите это как-то выделить, привлечь внимание к этому. Вот сделали другого цвета. Можете полностью их закрасить. Можете вставить картинку. Чтобы вставить изображение, вы можете загрузить его либо с своего компьютера, либо уже из этого блога, если что-то загружали раньше. Из архива Google вашего, с телефона, с оттамеры или по УРА. Так. Можете вставить видео. Видео вы можете также загрузить с компьютера, либо с своего YouTube-канала. Видео из YouTube. Это видео из вашего YouTube-канала. Мне показано. С YouTube это просто ссылочка с YouTube. Любое видео. А блогер это у нас продукт компании Google. Поэтому с YouTube очень дружит. Можете вставить специальные символы, если они вам нужны. Какие-нибудь стрелки красивые. Это я показала вставить ссылку дальше. Здесь есть такие же вкладки по выравниванию. Допустим, слева, по центру, справа. Полностью выравниваем на плесту. Можете номеровать. Да. Можете вот такие точки ставить. Вот. Можете сделать цитату. выбрать. Как-то цитата выносится. Вот. Вот. А вы можете удалить. проверка правописания здесь есть транслитерация слов выбор языка транслитерации на русский стоит у нас и значит слева на право или справа на лево что еще мало важно хочу обратить ваше внимание вы можете делать и расписать и далее самое главное сейчас здесь это постоянная ссылка как у вас будет выглядеть пост пост у вас будет ваше название сайта например у меня наше 10.ru затем идет автоматически время публикации то есть сейчас март 2019 год это обязательно будет дальше они просто пишут блог пост но раньше блоггер назывался блог постом блог пост 11 11 сообщение у меня в этом месяце так такое название не надо делаем пользовательская постоянная ссылка для того чтобы она у нас имела вид человеческий например мы пишем обязательно на английском языке ну на латинице пишем по-русски ну мы написали допустим заглавим привет привет если вы хотите написать привет всем пишите обязательно через тире привет тире всем пробелы тут не допускаются некоторые символы не допускаются обязательно нажмите готово вот смотрите у вас будет иметь вид ваша ссылка автоматическая ой не автоматическая пользовательская наши дети 2019-03 привет тем это вам нужно будет для того чтобы а потому когда аналитику будет смотреть чтобы вы не просто набор каких-то тут вы видели цифр понимали по какой статье у вас лучше всего будут переходы когда вы закончили значит все сделали что вам нужно было жмете публикация статья готова если статью вы хотите еще потом пододактировать там что-то вставить может быть да какие-то коды насторонние источники жмите сохранить или перед публикацией вы хотите посмотреть как она выглядит чтобы у вас ничего там не съезжала не заезжала еще какие просмотра вот у вас откроется окошечко блогера с такой будет пометочкой просмотра здесь вы ничего не сможете редактировать переходить это просто просмотр там будет выглядеть ваша статья ну которую я сейчас написала били-били вот название значит пошел ваш текст две ссылки вот так он будет выглядеть если вас все устраивает все вам нравится все готово вы жмете публикация и ваш текст будет опубликован с вами была Ярослава Маграмагина подписываемся на канал ставим лайк всем пока